Мне придется рассказать вам о том, что произошло Ногами стая гопников избила Создается консорциум полукриминальных строительных блогеров Такие выводы напрашиваются Из полученной информации И просто сложив 2 плюс 2 Мы не такие Передвижение денежных средств Все проценты, все дела Выставки, поездки Всяческие там, ну, танцы, пляски За уход по промокоду Я ни одного крана в жизни не сделал Мы просто люди, нас в этом трудно обвинить Бизнес, ничего личного Вы постепенно, постепенно затягиваетесь в эту секту Сами не зная того Виталья, мы поняли друг друга, чтобы такого больше не было Чисто конкретные средства, все оплачивают Порядка миллиона рублей, наверное, будет достаточно Ребята, всем привет Приехали мы с вами на первый Общероссийский слет сантехников Диман, стройплощадка Привет тебе Привет Вот, ну, короче Наши тут ребята все Наши ли здесь все ребята? Слава секте! Слава секте! Все свои, ребят Идем, смотрим, что там В общем, крайник LD Тут тоже такой, знаете, небольшая инсталляция И здесь проходит батл сантехников Ребята здесь соревнуются Там, вот, сидячие места Там сейчас происходит розыгрыш призов Которые там, ну, разные там, для участников Вот тут пронумерованные вот эти вот браслетики И по номеру браслетика можно выиграть И ребятки здесь у нас здесь трудятся В общем, собственно говоря, у них батл тут Они тут решили схлестнуться Кто налепит быстрее Кто налепит красивее Кто налепит надежнее Кто налепит? В общем, ребята здесь соревнуются И чуть позже я вам покажу Вот этот один парень Он решил в одно жало, короче Затащить Там бригада, там бригада А вот этот парень в одно жало Говорит, я, говорит, сейчас тут всех нагну Я красавчик, а вы тут покурите в сторонке, ребятки И вот прямо сейчас он этим занят Чуть позже мы сюда подойдем Я вам покажу, что тут именно будет происходить Вы пока можете вставки сделать Значит, самая дальняя бригада, средняя бригада И парень, который затащит в одно жало Олег Сансвар, офигенный мастер Вот этому мастеру, ребят, я выключи, попадавал Вот как есть Минуточку Ну, было так вот Чуть-чуть Вот И, в общем, мы тут с ним поспорили Я говорю, Олег, вот у тебя есть часть тайка Мы надеваем муфту мегапресс Еще одну часть тайка У нас перекрытие Здесь работает Олег На этом этаже А выше перекрытия пришел я Обожертый с глазами закатанными под лоб Тупым клупом пытаюсь нарезать резьбу Провернется ли соединение Он говорит, да, но ничего не будет И он сейчас, короче, сделает это соединение Это будет меч короля Артура, да И кто его вытащит, тот красавчик Короче, заспорились мы Выкусились тут с Олежем Я делал Ты не сможешь Я пробовал Ломалка сломается Я делал под давлением И даже давление держит Не, мне просто понимаешь Меня смущен все время факт, что она крутит Вот здесь перекрытие Гильза там, да, дерьмовая труба А здесь пришел я с тупым клупом Докатил глаза под лоб И начал вот это вот нарезать резьбой И она у меня оп и пошла Один из документов, я всегда говорил в своих видео Что это защита от дураков Он, по счету нежности, провернется на последнюю Сказать, что бросит это дело Значит, там виталика Зачем? Я не знаю, как это, конечно Может, там текаря во время съемки Включаешь аппарат и начинаешь там Сохранить трубку Я там так оттягиваюсь на все деньги Если бы ты только знал У меня же слюни текут там вообще Боярник и вот это все, вот это там Таня, да? Только она выключается И там сразу она где, вполне Ладно, это, конечно же, не может Спасибо тебе огромное, Олег, за то, что ты Тебя надо приглашать до этого С удовольствием, это тот мастер, Которого я бы с удовольствием подавал бы Включение, это всегда нет, чем выводить, Олег Мой, я тебе большое уважение Спасибо Молодец Так, и очки, я у тебя чуть не скачу Вот так Да Раз, два, три Надо подвести водичку, чтобы из-под сраны А у вас что, получается стык? Честно говоря, особо снимать нефиг было И тут вот это вот все, да И, короче, ребят Ну мы тут, короче, тусуем Все клево Это Елена Привет Дизайнер, которого я вам никогда не показываю Вот показал, да У Димы я вам инсайт сделаю на канале Выйдет довольно скоро видео С Еленой Она там будет делать офигенный лайфхак И там, ну так очень круто Я присутствовал при съемке Я знаю, что это будет круто И вы это увидите В общем Собрались уже выбираться отсюда Впечатлений масса Короче, вот куча эмоций И, пожалуй, мы с вами сейчас телепортируемся На мою, мою берлогу, да И там заключительное, заключительное слово Я все-таки, наверное, скажу о своих впечатлениях Расскажу, что тут было и как Отсюда мы уже телепортируемся Девушки Вы отдыхаете, да? Да Вас не беспокоит, да? Нет Ну ладно, я тут пройду легонечко Такое чувство, что мне ногами стая гопников избило Лучше бы я с Тайсоном простоял пару раундов На самом деле, изначально я планировал этот ролик закончить на этой ноте Собственно говоря, показать вам это мероприятие Как оно было, что это было Вкратце там подснять и так далее Но не тут-то было К сожалению, тут так судьба распорядилась Что мне придется рассказать вам о том, что произошло на протяжении последней недели Что происходило Порядка 200 человек в настоящий момент в курсе, что именно происходило И из этих 200 человек, 199 в один голос сказали, что я должен рассказать и показать это на основном канале А тем единственным, кто был против, был я сам Но вместе с тем, с другой стороны, в описании моего канала написано, что этот канал о сантехнике и о сантехнике, который монтирует сантехнику Сантехник, который монтирует сантехнику, это я Канал в том числе и обо мне Поэтому и не рассказать того, что произошло со мной Я вам тоже по-хорошему морального права не имею Тем более, что так много людей были вовлечены И так много людей об этом знали О том, как прошла последняя неделя Поэтому прямо сейчас я вам все и расскажу Примерно неделю назад на канале Сантехник-Сварщик Это канал моего друга Бориса Вышло видео о том, как там, ну о его жековских похождениях Он сантехник из Жека И там был такой момент, в общем, он попадает в квартиру Где живет бабушка, там, ну, небогатая пенсионерка И у нее вся сантехника, там, 60-х, 70-х годов Чугунные сифоны под стальными мойками Там чугунная канализация, залитая в бетон Вся забитая, короче, то есть мойка на кухне не работает Вода не уходит, в ванну вода не уходит Ну, ничего не работает, не помыться, ни посуду не помыть Ничего нету сантехники в квартире у бабушки И бабушка говорит, ну, возьми какой-нибудь трос, там, палку, ковырялку Что-нибудь проковыряй, чтобы как-то хоть работало А он видит, что, ну, это будет как мертвому припарка Это ненадолго, когда у тебя проходное сечение 50 мм А ты там проковыряешь отверстие с палец этим тросом Ну, может быть, расшурудишь, но все равно это мертвому припарка Это ненадолго По-хорошему надо менять А менять, там, понимаете, все старое Все старых образцов Возьмешь новый сифон, он ни к чему не подойдет То есть надо под корень все сломать и все заново сделать Чтобы, ну, по-нормальному, потому что, ну, как по-другому Вот, да, по-скромному что-то, но все равно это деньги Короче, это беда прям И он уходит оттуда и говорит, что, бабуль, я тебе ничем не помогу Тут, ну, надо капитально ремонтировать И я написал в комментариях там под этим роликом Типа, ребята, давайте скинемся там по косарю Ребята сантехники из ютуба Все друг друга смотрим, естественно Все друг друга видим и общаемся И говорю, давайте, ребятки, скинемся по косарику И скинемся бабушки на новый водопровод, на новую канашку Не только же 9 мая нам там вспоминать про стариков Так и сделали, так и порешили Там много народу отозвалось Достаточно много За один день набрали необходимую сумму Ну, вернее, набрали меньше необходимой суммы Ну, достаточную Там Боря, Борис, автор канала Он недавно открыл магазин сантехники Ну, скромный такой, ну, провинциальный там Полипропилен там, понятно Ну, вот это все Вот, он говорит, если что, там я, если что, там Из своего кармана там добавлю туда-сюда Вот это вот все И на следующий день он со мной общается в WhatsApp В процессе работы Показывает, что он там лепит Как, чего У бабушки там были гнилые вентили, которые не держали Их надо было поменять Он побежал перекрывать стояк Стояк не перекрывается Краны внизу не держат Он решил тормознуть весь дом Перебрать там Поменять целиком Ну, ребят, в общем, я ссылку оставлю на это видео Вы увидите, как это происходило в видео Но вот в момент съемок этого видео Я все это видел Ему это конского труда стоило По итогу это все реализовать Унитаз раскололся Так и не вынулся унитаз Блин, да я только не видел, наверное, что здесь было Ну, крушим Врезки приварил новые Унитаз придется покупать Я не знаю Наверное, будет магазин наш спонсором унитаза Он унитаз планировал оставить старый А он был частично замоноличен в пол Ну, знаете, как при Савдепе любили делать А я говорю еще раз Там с 70-х годов сантехника не было Никто не обслуживал Никто не смотрел за этим всем И Ну, по итогу он расколол этот унитаз А к такому готов никто не был И в ту самую минуту приходит Перевод Компания ЛД пожертвовала денег Как раз на этот унитаз Никто не планировал Ребят, вот сейчас меня, возможно, в комментариях кто-то обвинит Что, типа, блин, Виталик рекламирует ЛД Мы не планировали вообще об этом рассказывать, показывать Просто по-доброму, от чистого сердца помочь бабушке Но не тут-то было Спустя еще каких-нибудь пару дней Другой мой друг Александр Сантехник Лайф Это тот сантехник, который в прошлом году приезжал в Москву Ко мне в гости Был на моем объекте И обосрал мою работу Вот он самый И он мне пишет в WhatsApp, мол, Виталянт Вот тебе ссылочка, иди посмотри Тут такой-то чувак Такие вот нехорошие вещи делает И типа, мол, никак не реагируй на это Ничего не говори Просто вот имей в виду, что вот такая фигня Кидает мне ссылку Я перехожу туда И там канал некоего человека Этот канал ныне удален полностью Все видео на нем удалены И сам канал, опережая события Но на тот момент этого еще пока не случилось И там я вижу, что этот человек Берет свой там телефон И телефоном снимает стену просто в тупую И вот этот вот кадр в стену И за кадром монолог Человек не показывает своего лица И не показывая своего лица За кадром начинает говорить, что он об этом думает Давайте, давайте, обсудим Обсудим нашего ангела во плоти С чего начнем? Давайте начнем со вчерашнего выхода Душесчипательного, прямо скажем Ролика о помощи бабушке забесплатно Я говорю о сантехнике-сварщике Ролик сантехника-сварщика-помощь Бабушке и вот эти все дела Видать прошли консультации С нашим недалеким другом От его крестных отцов Также и сантехник Лайф Также и будни сантехника Виталий Этих, ну не постесняюсь этого слова Мразей просто Просто мразей Стартовал сбор денег Были подключены спонсоры ЛД Даже прозвучал Тинько Средства собраны Вполне чисто конкретные средства Все оплачено Все все понимают Так что давайте дальше Мразей искоренять Будем искать Будем искать, ребята Правда всегда одна Пока Этот человек обвиняет Бориса Что он там Насобирал миллионы долларов А сделал бабушке Санузел по дешману Все по-простому А мог бы сделать С золотыми унитазами Ну и в таком духе Вот это вот все И ладно Если бы так оно Допустим и было Или не было Он там предположил Или что-то такое Он сказал Ну мало ли да Зависть и тщеславие Из всех смертных грехов Эти два Мои самые любимые Мы просто люди Нас в этом трудно обвинить Окей Ладно Ну что-то там ему взбрело Ну ладно Какая разница Допустим он там что-то На своем канале Это озвучил Он там Ну справедливо Сразу скажу Что он там Со всеми ругался И естественно Его там заблокировали На большей части каналов И поэтому Он решил завести Собственный канал Где эту конспирологическую теорию Собственно говоря Выдвинул И все бы ничего Я бы никак не отреагировал Если бы не одно но Я сам лично видел Какого труда Борису стоило это сделать Простую вот Вот эту вот работу На первый взгляд Да И чего это стоило Для незнакомого ему человека Сотворить Вот Добрый поступок Да скажем так И Вот это все И тот человек Который собственно говоря Эту теорию толкал Вот это все Он там не стеснялся В выражениях там И переступил черту Которую вот я считаю Никак нельзя переступать Он опустился Вот до личных оскорблений Он назвал там Бориса Мразью И различными другими словами В общем Ну не суть И меня это очень сильно Закусило Понимаете Меня это очень сильно задело Я решил что Надо его наказать И Ну как вы поняли Мне это удалось Потому что Ну и канал И все видео на нем Были удалены Самим этим человеком А позже Вы узнаете как именно А вот сейчас Начало истории И поэтому Ребят Если у вас Закончился кофеек И круатанчик Я советую вам Поставить на паузу Это видео И обновить это дело Потому что История эта не короткая Спустя еще Наверное День Это было за день До слета сантехников До этого мероприятия Да Я Под чужим именем Зарегистрировал Левый аккаунт В ютубе И с этого левого аккаунта Начал писать Этому человеку Видя его страсть К теориям заговора Скажем так Я ему написал Типа Да блин Вот это бабушки Вот эти мошеннические схемы С донатами И этим всем Я говорю Это еще вершина айсберга Вот этот вот Будний сантехника Он там всеми ими рулит У них там целая мафия Целый там анклав Все там Короче повязано У них там общак И все такое Представился я там Человеком Который там разбирается Ну короче Я там очень грамотно Ему Втирал по ушам Там настал ему От души в уши Ну то есть Скриншот Я предоставлю Вы в описании Увидите более подробно Короче как именно И что именно Я там ему приводил Липовые доказательства Там Фотографии Там знаете Это самое С присратами к ним В ту же секунду В фотошопе Дата штампами Так чтобы даты Сходились Не сходились Чтобы там Ну короче Суть в том Что я Конкретных каких-то фактов Или обвинений Ему не говорил Я просто его подбивал К тому чтобы он сам К таким выводам пришел Я ему помогал Заблудиться В его собственных убеждениях И те факты Или доводы Которые я там озвучивал Они все легко проверяются Это все легко проверить И если бы он хотел Это проверить Хотя бы один Из озвученных доводов То все остальные доводы Уже не имели бы смысла Он не захотел проверять Потому что Он заблуждался Вот в собственных убеждениях Понимаете Это как в том фильме Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Мистер Коп хочет сказать Идея Она живучей и крайне заразна Стоит идеей завладеть мозгом Избавиться от нее Уже практически невозможно Я имею ввиду Сформировавшуюся идею Полностью осознанную Махинации С промокодами С выставок Или вот этого мероприятия Которое вот только закончилось Обзор которого вы видели В начале этого ролика Что дескать Эти махинации Там туда-сюда И это миллионы Там денег Там приносит Конкретные цифры Там ему приводил Там Ну ссал я ему Очень красиво В уши Прямо скажем Даже В последнем моем ролике К моему дому Был припаркован Мерседес Я говорю Типа вот Он запалил Там новый Мерседес И типа того там Некоторые подписчики Это заметили И вот в таком духе То есть Виталян он в ютубе один А в жизни другой И вот это все И он мне поверил И Что бы вы думали Сегодня ночью Поступила Некая Инсайдерская информация Приходит Плюс 10% Тут упоминались Гномики Вот эти в частности Открыли магазины Я так понимаю Что это Региональные Филиалы Там есть также Геотермика Путни сантехника Виталик Тоже является Гномиком Большой гном Достаточно Кто-то находится Наверху Назовем Этот шарик Этот шарик Назовем Рувин Рувин Потому что Рувин Создается Полукриминальный Конгломерат Такая вот Вырисовывается Схема До чего Могут довести Наши бабушки Создается Консорциум Полукриминальный Строительных Блогеров Такие выводы Напрашиваются Из полученной Информации И просто Сложив 2 Плюс 2 Тут ребята Миллионы Блин Наверное Пора со стройкой Заканчивать Мне будет Я так понимаю Это вот У нас Говорит Такая жизнь Сантехнику Нихило Нихило Скажу я вам Сам этот Мерседес Кстати Принадлежит Моему другу Кириллу Юрьевичу Он его Недавно Приобрел Для себя Порадуемся Вместе За него И у Кирилла Юрьевича Проблемы Со здоровьем Были Вот Последнее Время Он сейчас Идет на Поправку Но Тем не менее Ребят В комментариях Пожелаем Кириллу Юрьевичу Выздоровления После того Как я ему Привел Эти мнимые Доказательства Левые Непонятные К тому Моменту Он уже Начал Сам сопоставлять Факты И сам Делать выводы Вернее Не факты А доводы Но не суть И просто К чему я веду Ребят Вот К тому моменту Когда у него Уже щелкнуло Когда он уже Начал мне верить И доверять Хотя я чужой человек Я для него был Просто набор пикселей Непонятно что Он не просто Не проверял информацию И Он Этот человек Просто Тупо верил Понимаете Дальше Он уже просто Был на моей территории Где полностью Мне принадлежал Я начал Подсовывать ему Разные Пазлинки Из разных Наборов Они были Разного цвета Разной формы И размера Но Этого человека На тот момент Это уже Никак не смущало Он вколачивал Эти пазлы Молотком Стремясь Собрать Единую Картину Которая По его мнению Вязалась бы Со всем этим Ну Короче Так и строится Теория заговора В общем то говоря И он собрал Эту картину И на следующий день Вышло видео На его канале Вот сейчас Вы увидите нарезку Просто кипят мозги Хотя почему они должны кипеть В прямом и переносном смысле Этот ролик Может быть Последним Вот эти вот Граждане До 10 тысяч подписчиков Они должны работать И им позволено Только собирать донаты Следующий Шарик Типа будний сантехник Он должен показывать Там работы Свои Не свои Пофигу Но он уже Имеет право Как бы Отсылать ссылки Продажи Существует Маркетинговая служба Учет Вот этого всего Вот этого всего Уже Передвижение Денежных средств Все проценты Все дела Кто является Бенефициаром Основной Основной Этой движухи То есть Все уже Учитано Выставки Поездки Всяческие Там Ну Танцы Кляски Но Ход По Промуходу И поэтому Выплывает Поэтому Выплывает Основной Бенефициар Сейчас я Окурочек Выкину Все Чего вы так ждали Ребята И это уже Не облака Не шарики Не вот эти Вот точечки Это ребята Это ребята Небо Это небо Которое Над нами Бизнес Ничего личного От нашего Бенефициара Должна поступить Серебряная Нобка Ну теперь Надеюсь Все понятно Самая Настоящая Секция Свидетели Оу Иди Ее мать Вы Постепенно Постепенно Затягиваетесь В эту секцию Сами Не зная Того К тому моменту Когда он выпускает Это видео И там была серия Видео Он выпускает Первое Разоблачение Меня И Это дело Быстренько Форсится По всем Группам Канал Строеплощадка Рувим Журнал Бригадира Все Группы В WhatsApp Просто Дымились Инстаграм Там Везде Все это Цитировалось Резалось Вот это Все Мне кажется Пришло Время Для Фотографии Тишина Была Только В Ютубе Единственное Где Было Не Тихо Это В комментариях Под роликами Этого Чувака И Все Кто Там Писал Комментарии Зная О том Что Именно Происходит Естественно Там Подыгрывали Ему Типа Да Давно Надо Было Эту Шайку Там Вывести На чистую Воду И Вот Это Все Он Уверовал В свое Убеждение Еще Больше И На Следующий День Выходит Еще Одно Разоблачающее Видео И Ну Там Серия Роликов Как я Уже Сказал И Еще раз Говорю Все Соцсети Все Мессенджеры Все Это Прямо Дымилось Выходит Конечная Серия Финальное Разоблачение Где Озвучивается Вся Схема Схема Зарабатывания Отъема Денег Там Вот Это Все Вот Это Как Там Двигается Распределение Средств Как Где Кто Работает Что Где Чем Контролируется Все Явки Пароли Это Не Я Ему Это Все Внушал Ребят Он Сам Все Это Придумал К тому Моменту Я уже Понял Что Он Не Вменько Честно Скажу У меня Были Мысли Такие Знаете Там Опять Явиться Ему В этом Образе Там Да С Этого Левого Аккаунта Рассказать Ему Что На самом Деле Там Я Какой Нибудь КГБ И Что КГБ Все Еще Существует И Что В ФСБ Там Завелся Крот И Он Это Все Дело Покрывает Типа Есть Плохие Есть Хорошие И Внутри Есть Раскол И Там Завербовать Его Заставить Выполнять Какие Дебильные Задания Снимая Все Это На Камеру Можно Было Целый Сериал Снять А Потом Зимой Выкладывать По одной Серии В неделю И так Далее Но Я Просто Пожалел Я Просто Понял Что Он Не Вменько Что Просто Ненормальный Человек Я Просто Это Осознал За то Время Нормальный Человек Такой Вы Поняли Вы Вышло Это Финальное Разоблачение Это Все А Я Ждал Когда Он Созреет Потому Что Уже Кончились Его Никто Не Это Самое Не Информирует И так Далее А люди Там Глумятся В комментариях Там Пишут Уже Там Подкидывают Ему Новые Идеи Кто Где Как С кем Повязан И Что Да Как До Чего И так Далее Предположение Строит И так Далее Я Вижу Что Это Он Уже Не Останавливает Номер Его Телефона К тому Моменту У меня Уже Был Потому Что За День До Этого Я Под Видом Его Информатора Инсайдера Еще Раз Связался С ним Под Рандомным Видео Там На Его Канале Написал Братан Ты Вскрыл Крупный Гнойник Теперь За тобой Самим И За Твоим Каналом Установлено Наблюдение Я Умываю Руки Больше Здесь Я Ничего Не Пишу Я Так Сильно Рисковать Не Готов Напиши Мне Свой Номер Телефона Я С тобой Свяжусь По телефону Скину Тебе Информацию Которая Будет Тузом В рукаве И Которая В случае Чего Тебя Защитит Ну И В таком Духе Короче Выведал Я У него За день До Этого Номер Телефона И Ребята Тоже Рувим Бойко Тоже Подключился Ребята Всей командой Там Они Ржали Всем Объектом Ну В общем Вот Прямо Сейчас Вы Видите Это Все На Своем Экране Как Это Было И Еще раз Говорю Все Скриншоты В Описании Будут Конечно Я Дал ему Сутки Для того Чтобы Он Созрел И К тому Времени Когда Он Сам Уже Настоялся Я Решил Ему Позвонить Владислав Здравствуйте Здравствуйте Я Думаю Представляться Не Имеет Смысла Голос Узнали Мой А Виталий Здравствуйте Что Я Хочу Вас Услышать Что Вы У меня К вам Есть Предложение Скажем Так Вы Вы Вероятно Переживаете По По поводу Того Что Ваш Как бы Это Сказать Человек Не Выходит На Связь Мы Уже В Курсе Мы Уже В Курсе Ситуации Уже Полностью Владеем Просто Довожу До Вашего Сведения И Прямо Сейчас У Меня К вам Деловое Предложение Давайте Поговорим Просто Как Деловые Люди И Решим Все Вопросы По Деловому Вы Готовы Давайте Давайте Ну Узнаете Виталий Виталий Я Как Боже Сам От Себя Не Завиш Мне Сейчас Вот Поступила Например Информация Не Знаю Какого Там Человека Имейте Ввиду Но Поступила Информация Также Насчет Покупки Инструмента Материала И Подряда В частности 101 Групп Такая Вот Программа Владислав Понимаете Я Предлагаю Вам Решить Вопрос Так Как Его Решают Деловые Люди До тех Пор Пока Не дошла Информация До Человека Имя Которого Нельзя Произносить Вслух Пока Не начались Проблемы У нас У всех Я Предлагаю Решить Вопрос По Деловому Владислав Мне Тоже Это Виталий В принципе Было Не нужно В принципе Вы Видите Что Понимаете Что Я Не могу Владеть Такой Информацией Ситуацией У меня Было Просто Вот Это Было Искоренить Просто Понимаете Но Видно Люди Которые Как бы Тоже Ухватили Бога За яйца Вместе С вашими Людьми Ну Ладно Слушаю Вас Выслушиваю Владислав Вы Простой Человек Простой Рыботяга Я Вас Очень Уважаю За это Мы Люди Должны Друг Друг Понимать Все Мы Хотим Купить Себе Новенькую Машинку Все Хотим Купить Жене Шубку Порадовать Свою Любимую Женщину Чем-то Вы Не Успеете Маркнуть Взглядом Я Уверен Как Придет Время Собирать Детей В Школу И Почему Не Сделать Этого Заранее К примеру А не Так Как Это Обычно У нас Бывает Поэтому Я Предлагаю Вам Просто Давайте Просто Ну Как Есть Напрямую Не Будем Ходить Вокруг Да Около Просто Назовите Сумму Я Перевожу Вам На Карту Прямо Сейчас Вы Удаляете Это Все И Мы Просто Забываем О том Что Друг Друг О том Что Мы Просто Существуем Вы Не Знаете Меня Я Не Знаю Вас Мы Расходимся Как В море Корабли Никто Не Знает Никаких Проблем Вот И Все Вам Просто Это Не Нужно Понимаете Вам Просто Это Не Нужно Мы Знаем Кто Такой Александр Бенгард Он Не Выходит С Вами На Связь Потому Что Он Просто Выехал С Вместе На Природу Он Уже Дает Показания Вы Понимаете Что Если Тот Чье Имя Нельзя Произносить Вслух Обо Всем Узнает Начнутся Проблемы У Всех Я Предлагаю Вам Идеальный Выход Из Ситуации Просто Назовите Сумму И Все У Какие Предложения Я Могу Дать Вам Тысячу Рублей Спасибо Поэтому Я Предоставляю Вам Такую Возможность Назвать Сумму Виталий Виталий Я Глубоко Уважаю Вас По всем Последним Этим Поэтому Деньги Мне Практически Они Мне Вообще Не Нужны И Поэтому Без Всяких Как Говорится Оплат Проплат Я Просто Сам Сам По Своей Воле По Своему Решению Не За угроз Поймите Меня Правильно Но Если Те Люди Опять Меня На Они Все Рано Найдут Другую Голубу Понимаете Говорящие Поэтому Я Просто Удаляю Ролики Без Всяких Владислав Деньги Никому Не Повредят Я Вас Уважаю Вы Простой Человек У Меня К Вам Лично Нет Никаких Претензий Я Еще раз Говорю Деньги Никому Не Помешают Поймите Виталий Я Потом Просто Себя Перестану Уважать Что Я Продал Понимаете Мне Это Не Надо Я Вообще Не Люблю В жизни Быть От Кого То Зависим Понимаете Я Уже Все И Детей Школу Проводил И Все Уже У меня Как Говорится В прошлом Мне Терять Нечего Прости Своих Тебей Так Что Виталий Не Ни Денег Ничего Сегодня Вечером После Работы Ролики Будут Удалены Владислав Вы Понимаете Что В нашей Ситуации Счет Идет На минуты Найти Ваши Контакты Было Непросто Пришлось Найти Александра Чтобы Найти Ваш Контакт Ну Понятно Еще раз Говорю Я Вам Не Угрожаю Я Полюбовно Предлагаю Решить Вопрос Как Это Делают Бизнесмены Мы С Вами Деловые Люди Давайте Решать Деловые Вопросы По Деловому Хорошо Хорошо Вот Это Ваш Телефон Будет Просто Назовите Сумму И Прямо Сейчас Она Вам Практически У У Вас Есть Номер Телефона К этому Номеру Телефона Привязана Карта Прямо Сейчас Деньги Будут Переведены Это Не Проблема Нет Нет У Мене Никаких Номеров У Мене Нет Адресов Вы Понимаете Почему Был Вы Вы Понятно Найти Но У У У Есть Только Мой Номер Телефона Все Понимаете Вы Понимаете Что Если Есть номер телефона есть все мы с вами уже очень долго разговариваем достаточно долго чтобы ваше местоположение вычислить мы видим юг москвы вы можете просто назвать сумму я сейчас свяжусь с вышестоящими руководством и мы все это согласуем и все решается очень быстро понимаете вот эти мысли о суммах я еще раз говорю это не за деньги все сейчас я удаляю ролики и мы остаемся неизвестными друг другу спасибо за разговор я вас услышал в ближайшее время ролики исчезнут владислав владислав речь идет не об удалении роликов речь идет об удалении канала еще раз просто назовите сумму за ваш труд скажем так чтобы у нас не было каких-то недоговорок или претензий взаимных друг другу вы найдете человека с картой пришлете мне координаты мне нужна сумма и назовите мне сумму пока вы будете заниматься этими вопросами я согласую с руководством вышестоящим ну вы понимаете что миллион это не серьезная сумма миллион это слишком много ну объективно владислав вы набираете по 200 просмотров под каждым роликом это не серьезно мы можем говорить о двухстах тысячах или около того я жду от вас реквизитов куда можно перевести угазную сумму 200 тысяч 200 тысяч нас устраивает владислав главное условие удаления всей информации которую мы тут видели последнее время я гарантирую вам безопасность всего доброго владислав надеюсь больше не увидимся всего доброго спустя несколько минут он присылает мне номер карты какого-то своего знакомого друга не знаю кого по sms и через какое-то время перезванивает алло алло виталий у вас нет по моему ватсап а так что я послал вам по смс а я увидел а уже по моему начали переводы переходить пока мне сообщали на кнопочки сижу просто остался один клик все этим номером карты воспользовались люди и начали отправлять ему переводы и каждый раз каждый перевод был равен ровно одному рублю и в назначении платежа люди писали разные вещи алло алло смешно смешно обалденно молодцы ребят ну что же вы так делаете то переводы начали поступать начали начали а вы не в курсе на их должно быть 200 тысяч как договаривались они пошли по одному потихонечку куда вот это вот один рубль долбоеба на таблетки возможно в комментариях кто-то сейчас захочет меня обвинить что я издеваюсь над безобидным дураком но вместе с друзья мои вы сами все видели обсудим нашего ангела воплоти давайте ваши 200 тысяч и все тогда не постесняюсь этого слова мразии просто потом просто себя перестану уважать и что я продал понимаете мразии просто порядка миллиона рублей наверное будет достаточно просто мразии бизнес ничего личного дурачок дурачком а миллион затребовал плюс 10 процентов и наш с ним телефонный разговор вы слышали и исходя из этого разговора было видно как в нем борется страх и жадность и будьте уверены друзья мои дуракам неведом страх тут расчет максимально простой и холодный зависть и тщеславие мои два самых любимых греха двигали этим человеком в первую очередь потом вмешалась жадность и ну все вот эти вот людские пороки мы люди нас трудно в этом обвинить да еще раз говорю он просто переступил черту он назвал моего друга мразью за то что мой друг совершил добрый поступок поэтому поэтому эта история собственно говоря поэтому это все меня это очень закусило поэтому друзья мои напоследок я бы хотел вам пожелать чтобы чтобы вы вырывались хотя бы иногда за пределы своего вот этого информационного пузыря за пределы вот этой коробки которая надета на голову или той коробки из которой вы получаете новости каждый день все подвергайте сомнению всю информацию проверяйте и мыслите критически вырываетесь из своего информационного поля из которого вы получаете информацию потому что вы и сами это то что вас окружает окружаете себя тем чем вы хотите быть и не забудьте подписаться наконец-то на мой канал мне осталось до серебряной кнопки всего ничего уже надоело быть этим маленьким кружочком и собирать донаты кстати номера моих карт в описании уже хочется стать бенефициаром уже господин большой бенефициар там главный бенефициар пришлет мне серебряную кнопку и я уже наконец-то перестану работать подпишитесь на канал спасибо что досмотрели это видео до конца огромной вам всем удачи и пока добрый вечер господин главный бенефициар хорошо металла мы поняли за друга чтобы такого больше не было простите больше это не повторится вы внимательно смотрите запомните чем внимательнее вы смотрите тем проще вас обмануть передвижение денежных средств все проценты все дела создается консорциум полукриминальной строительных блогеров такие выводы напрашиваются из полученной информации и просто сложив два плюс два самая настоящая сектор свидетели его идию мать вы постепенно постепенно затягивайтесь в эту сектор сами не зная того бизнес ничего личного все уже учитано мы не дайте